Боишься блокировок криптовалютных бирж из-за санкций? Боишься проснуться и понять, что потерял все деньги? Тогда регистрируйся на топовых биржах, не поддерживающих санкции, в описании к этому ролику и получи 20% кэшбэки торговых комиссий в долларах для своего аккаунта навсегда. Сэкономленные деньги — это заработанные деньги. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchMaker и сегодня мы поговорим о нейронных сетях, а конкретно пообщаемся с чат GPT. Позадаем ему различные вопросы к этому чату и узнаем, что же все-таки нейронка думает у нас о криптовалюте. Очень интересный опыт у нас должен получиться. Ну и пишите свои вопросы к нейроночке в комментариях, возможно, мы какой-нибудь разовьем интересный диалог и я запишу еще несколько видео. Возможно, даже сделаю отдельный плейлист, потому что порой можно получить очень интересные ответы о той или иной нейроночке. Я почитал немного о чат GPT, что он умеет делать, что он может и, в принципе, я решил пройтись по нескольким вариантам. Давайте непосредственно погнали. Я немного экспериментирую с форматами, друзья, так что пишите в комментариях, нравится вам мои эксперименты или нет, ну и скоро снова же опять что-то изменится, скажем так, в формате вещания. Итак, здесь я решил попросить чат GPT написать нам сказку о мальчике, который купил биткоин и разбогател. И вот чат GPT написал, жил-был мальчик по имени Иван. Он был очень любознателен и интересовался тем, как работает интернет и все технологии, связанные с ним. Однажды он узнал о биткоинах и решил изучить эту тему более подробно. Иван начал читать книги и статьи о биткоинах и вскоре он понял, что это очень интересная и перспективная технология. Он решил купить несколько биткоинов и когда цена на них начала расти, Иван стал очень богатым. Он купил себе красивый дом, машину и путешествовал по всему миру. Иван был очень счастлив и благодарен за то, что решил изучить биткоины и сделать инвестицию в них. Он понял, что никогда не следует отказываться от своих мечтаний и всегда идти вперед, искать новые знания и возможности. И это с первого прям сразу же захода. И я подумал, а почему бы нам не продолжить эту сказку? И вот такой вот задал вопрос. Продолжи, как будто Иван после этого вложил прибыль в щиткоины и потерял все деньги. Иван был очень доволен своим успехом и решил инвестировать свою прибыль в другие криптовалюты. Он начал искать новые проекты и вдруг наткнулся на один, который заявил, что он будет очень выгодным инвестицией. Иван был очень заинтересован в этом проекте и решил инвестировать всю свою прибыль в него. Но, к сожалению, он оказался на грани ошибки. То есть бывают здесь иногда небольшие сбои, но это же не иронка, чего вы хотите. Это живой человек иногда пишет хуже. Этот человек оказался мошенническим и назвался щиткоин мусорной монетой. Иван потерял все свои деньги и был очень разочарован своей неосторожностью. Он не сдавался и решил изучить более глубоко тему инвестиций в криптовалюты, чтобы не допускать подобные ошибки в будущем. Иван понял, что инвестирование в криптовалюты требует особой осторожности и знаний. И тут вот бывают такие сбои, что просто прерывается сообщение у бота и он перестает писать. Но можно попросить его продолжить, да, заново, или написать заново, или продолжить. То же повествование иногда получается, иногда не получается. Но тут, кстати, получилось. Иван понял, что инвестирование в криптовалют требует особой осторожности и знаний. Вот и тут как раз вот этот кусок, где оборвалось, вот он начинается, точнее продолжается. И он быстро начал изучать более глубоко тему инвестиций в криптовалюты, чтобы не допускать подобные ошибки в будущем. Он изучил множество ресурсов, общался с более опытными инвесторами и со временем стал настоящим экспертом в этой области. Но прошло много времени, прежде чем Иван смог вернуть свои деньги и он понял, что инвестиции в криптовалюту несут высокий риск и что необходимо быть очень осторожным при выборе проекта для инвестиций. Иван понял, что необходимо изучить проект подробно и внимательно, проанализировать его шансы на успех и риски, прежде чем инвестировать в него. И он не боялся принимать решения и вот снова обрыв, и я уже не стал. Ну давайте даже вот так сделаем и посмотрим, как работает чат в режиме реального времени. То есть вы понимаете, да, насколько, в принципе, интересно пишет нейронка. Понятное дело, что там на тонне текста это все было изначально обучено и так далее, но в принципе это очень даже интересно. Да, иногда приходится подождать, но вот, то есть бот отписал. Иван не боялся принимать решения и делать инвестиции, но теперь он делал это более осторожно и с большим расчетом. Он стал очень успешным инвестором и многие его идеи приносили ему большую прибыль. Он не забывал о своей ошибке с щиткоин и он использовал свой опыт, чтобы помочь другим избежать подобных ошибок в будущем. Иван стал просветленным инвестором и благодаря своему труду и усердию он достиг большой финансовой свободы и счастья. То есть просто буквально пару запросов и у нас вот полноценно есть сказка, статья и еще что-то. Кстати говоря, вот давайте к статье мы и перейдем. Вот я попросил написать статью о будущем криптовалюты эфириум на русском языке до 2000 символов. Ну и тут некая устаревшая информация у него идет, да, видимо ему не дают сейчас доступа в интернет или что, я не знаю. То есть в будущем эфириум планирует перейти на новую версию блокчейна эфириум 2.0. По факту переход уже произошел. Либо ему уточняющие вопросы нужно задавать. Ну естественно много где пишется, что бот часто ошибается, часто пишет полнейшую ахинею и поэтому как помощник каких-то рутинных действий он может быть очень даже полезен, но как самостоятельный допустим мозг он еще недостаточно развит, так сказать. Ну и частенько он просто останавливается и перестает писать. Ему приходится просить его дописать до конца. Также в будущем может быть реализована поддержка DeFi, которая реализована уже давным-давно. То есть есть у него косяки, есть глюки. Но все равно интересно, что он пытается что-то писать. Если дать ему какой-то более подробный запрос, то это может быть интересным опытом. Тут я попросил его проанализировать мой канал и он мне ответил, что у него нет доступа в интернет и он не может анализировать канал, но при этом он узнал, что мой канал посвящен криптовалюте каким-то макаром. Ну и вот дальше, то есть доступ к каналу ему нужен, чтобы анализировать. Но при этом он, по крайней мере, пишет, как можно анализировать, да, общая вовлеченность, там загрузки видео и так далее, демография, то есть какие-то моменты он дает. Ну и вот еще один такой опыт был. Напиши статью длиной до 2000 символов по теме мошенничества в сфере криптовалют. И пожалуйста, может быть выполнен с использованием различных методов, таких как кидалово, а кидалово, фальсификация криптовалютных кошельков, атаки на криптобиржи и так далее. И он начинает расписывать, то есть каждую из этих методик. Ну и вот потом он, кстати говоря, выдал вот такую ошибку, посчитал, что мы нарушаем какие-то правила, да, и правил ссылочку. И тут мы вот можем уже посмотреть, что правила использования, запрещаем создавать продукты, предназначенные для следующих вариантов использования. И то есть тут мы можем почитать правила. Пам, обман, возможно, под какие-то эти он критерии подвел. Но, в принципе, я попросил его продолжить и он спокойненько продолжил. Наводящими вопросами в теории он может даже писать какие-то статьи, которые вы можете выкладывать на какой-нибудь Яндекс Дзен и зарабатывать. С помощью какой-нибудь другой нейронки можно писать запросы на создание картинок и у вас еще будут уникальные картинки под это все дело. Кстати говоря, я читал, что где-то можно попросить его, чтобы он предоставил картинку или нашел ее. Видимо, то ли раньше у него был доступ в интернет, теперь его нету, либо я пишу как-то неправильно, но картинки он мне не предоставляет. Но где-то в интернете я находил информацию, что предоставляет он картинки по запросам. Пишите в комментариях, если что-то об этом знаете и я где-то просто чего-то не понял. Но это довольно интересный опыт, на самом деле. Просто если он будет писать сценарий, а потом еще выдавать картинки к этому, то элементарнейшим образом вы можете просить его писать статью, наводящими вопросами, да, какими-то продолжениями, уточнениями. А после этого просто выкладывать ее в Дзен, просить его сгенерировать еще картинки под это дело найти, да, или в другой просто нейронке действительно картинки эти генерировать и выкладывать полноценные статьи на Дзен и зарабатывать на этом бабки. Причем в совершенно разных областях, понимаете, в чем дело. Вот я попросил, сгенерируй полный сценарий для записи ролика длиной 5-15 минут на YouTube по теме мошенничества в сфере криптовалют. И, пожалуйста, начало ролика, часть первая, часть вторая, часть третья. Заключение. Вот, смотрите, получается, что у нас? Введение в тему мошенничества в сфере криптовалют. Объяснение, каким образом мошенники могут обманивать людей, используя криптовалюту. Часть первая. Описание наиболее распространенных способов мошенничества с использованием криптовалюты. Например, мошеннические краудфандинг-проекты, понцы-схемы, фальшивые криптобиржи и так далее. Рекомендации и практические советы для защиты от мошенничества в сфере криптовалют. Например, как идентифицировать мошеннические проекты и так далее. То есть, обзор некоторых инструментов и ресурсов, которые могут помочь людям. Например, специальные базы данных скам-проектов, онлайн-сервисы для проверки репутации криптобирж и проектов. То есть, вы понимаете, он полноценный план дал. Подведение итогов ролика, важность осторожности и ответственности при работе с криптовалютой и так далее. И вот второй еще был вариант сценария. То есть, в ролике объясняется, что криптовалюта является достаточно новой технологией. Многие люди еще не знают ее существования. То есть, можно просто регенерировать на тот же самый вопрос, уже новую. Вы можете просто 5-10 таких регенераций сделать и собрать полноценный сценарий. Причем у вас сначала может быть недостаточно идей, чтобы завершить этот сценарий и снять ролик. Но просто элементарнейшим образом нейронка может вам подсказать, что добавить стоит в ролик. Какие-то дополнительные моменты по теме, которые вы изначально не учли. То есть, и по идее, здесь вот совершенно другое уже описание. Но по поводу предоставить превью картинку для ролика на YouTube к этому сценарию, он мне ничего не предоставил. Снова же, пишите в комментариях, если вы знаете, как можно заставить его скинуть картинку. Потому что тут вот он написал, что извините, но как языковая модель я не имею возможности выполнять поиск в интернете и предоставлять изображение. И тут он советует, что там Google Bing Яха, то есть тут вы можете найти, предлагает, по каким запросам это дело все искать. То есть, каким образом вы можете найти то, что вам нужно. Хоть он и сам и не дал, но он дал наводку, как это сделать. Также, естественно, он предложил на стоках найти и при этом еще позаботился о лицензии на изображение, то есть, которое вы будете использовать. Ну и тут я решил его помучить маленечко. Мы вот как раз это у нас финальный, так сказать, диалог, да, которому ввело название ролика. И тут мы посмотрим, собственно, как я попытался его помучить и что он мне на это отвечал. И вот я пытался все-таки выведать цену на криптовалюту, да, допустим, в данном случае эфириум к концу года. Но как бы я ни пытался, он говорит, что невозможно предсказать точную цену, а так цена криптовалют находится под влиянием множества факторов и может изменяться быстро и неожиданно. Лучше обратитесь к финансовым экспертам и аналитикам для более точного прогноза. Попытался попросить его приблизительную цену с разбегом там до 2000 долларов даже, да. И все равно, как модель, я не имею информацию о будущих ценах. И написал мне, от чего может колебаться цена криптовалюты, от каких факторов. Экономические, политические, регуляторные. И снова же отправил меня к финансовым экспертам и аналитикам. Третьим вариантом все равно у меня не получилось узнать. И я уже не стал его дальше тут мучить, но я решил спросить, дай список из 10 криптовалют, которые считаешь самыми перспективными. Нас, естественно, предупреждают, что список может меняться. И, в принципе, мы тут видим топ CoinMarketCap, за исключением, что Uniswap на данный момент находится там в районе 18-го места по CoinMarketCap. А полка DOT, да. Так, здесь вместо Uniswap должен быть PolygonMatic. Но он почему-то PolygonMatic не считает перспективным. Точнее, он Uniswap считает более перспективным, чем PolygonMatic. Интересный вопрос, да. Как ты считаешь, что произойдет с криптовалютой при более строгом регулировании правительством? Ну, более строгое, получается, регулирование может привести к сокращению нелегальной деятельности, таких как отмывание денег, но может также ограничить инвестиционные приложения и использование криптовалюты. Это может привести к снижению деманда и предложения. Деманда и предложения. Что может повлиять на цену криптовалюты. Однако некоторые аналитики считают, что более строгое регулирование может также способствовать уверенности инвесторов и сделать криптовалюту более привлекательной для массового рынка. Да, извиняюсь, я закончил мысль. Необходимо отслеживать изменения в законодательстве и регулировании, чтобы лучше понимать их возможное влияние на рынок криптовалют. В целом, более строгое регулирование может иметь обе стороны, как позитивные, так и негативные, и может повлиять на рынок криптовалют по-разному. Важно отметить, что криптовалюта и блокчейн-технологии находятся в начале своего развития и многое может измениться в будущем. Решил задать сложный вопрос, но такие вопросы у него прям чувствуются, когда он начинает печатать или продумывать все это дело. Прям чувствуется, как у него мозг скрипит и как он пытается в своей базе собрать воедино какие-то факты. И тут он даже говорит, что не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Когда он его печатал, я прям видел, как он долго думает на все это дело, то есть подбирает слова, но считает при этом приложения на базе Ethereum самыми популярными и перспективными в настоящее время. Выделяет DeFi приложения, то есть как самые перспективные, что не может не радовать. Очень многих интересующий вопрос, что может уничтожить биткоин. Один из факторов это технологические инновации, которые могут предложить альтернативные криптовалюты или блокчейн протоколы, которые могут быть более эффективными и безопасными. Ну то есть это у нас криптовалюты, которые выходят под знаком убийцы биткоина. Другой фактор это регулирование, которое может ограничить использование и торговлю биткоином в некоторых странах. То есть в принципе да, если какой-нибудь секс запретит покупать биткоин официально и так далее, то это может конечно сделать, приблизить какой-то негативный сценарий. Также большое количество хакерских атак на биткоин, биржи и кошельки может нанести ущерб при путации доверия к биткоину. Но при этом чат GPT понимает, что криптовалюты являются достаточно устойчивыми и надежными системами. Их может быть сложно уничтожить, только потому что они как бы децентрализованы. Ну и напоследок я решил спросить топ 30 запросов о чат GPT о криптовалюте. И тут вы можете увидеть, какие вопросы чат GPT задают чаще всего по поводу криптовалюты. Но на самом деле это больше похоже не вопрос к чат GPT, а наверное как на самые популярные запросы, которые в поисковой системе пишут, допустим, как торговать биткоином, как купить биткоин. Вряд ли кто-то спрашивает у чат GPT, как купить биткоин и эфириум, правильно? А вот это уже более похоже, то есть на правду. Вот это похоже на правду. Вот это похоже на правду. Вот это довольно интересный вопрос. Также в принципе давайте даже зададим его. Вот этот вопрос довольно интересный. То есть топовые запросы это скорее запросы в поисковых системах, а вот дальше довольно интересный вопрос, который действительно возможно кто-то чат GPT задавал. Но не нужно забывать, что это все-таки искусственный интеллект, которому просто скормили очень-очень много текста, из которого он уже возможно там делает какие-то выводы. Частенько он пишет полнейшую ахинею и не стоит относиться ко всему этому как к правде. Лучше всего использовать просто ради юмора или допустим записать ролик, как сегодня сделал это я. Но с точки зрения развития технологий это выглядит очень перспективным и уже выглядит очень круто. На самом деле на этом сегодня уже можно спокойненько зарабатывать. Те же самые Mid Journey или Stable Diffusion или какие-то другие, да, то есть могут генерировать вам картинки, которые можно продавать на стоках. Здесь действительно можно через чат GPT спокойненько писать статьи, которые можно выкладывать на Яндекс.Дзен и зарабатывать на Яндекс.Дзене деньги с этих статей. По крайней мере можно попросить писать какие-то сценарии для того, чтобы вы самостоятельно уже могли найти информацию по этому сценарию, да, и написать уже полноценную статью. Либо попросить его несколько раз написать какую-то статью и уже из этой информации скопирайтить какую-то свою собственную статью. Применений на самом деле огромное множество. Кстати, давайте посмотрим, что он нам ответил. Это довольно интересное. Улучшение безопасности и конфиденциальности финансовых транзакций с использованием блокчейн-технологий, что может помочь в борьбе с мошенничеством и терроризмом. Помочь в развитии экономики развивающихся стран, где доступ к традиционным финансовым услугам может быть ограничен. Допустим, я постоянно где-то читая про криптовалюту и изучаю, да, вижу здесь плюс-минус те же самые мнения, да, которые я где-то читал в других ресурсах. Как я и сказал, что просто нейронки скормили огромное множество текста, из которых он просто уже выбирает какие-то варианты, которые вам предоставляет. Если его попросить сейчас написать тот же самый вопрос ему, но немного по-другому его сформулировать, то он уже может написать совершенно другое. Так что, друзья, это может быть интересный плейлист, так что пишите ваши интересные вопросы о криптовалюте в комментариях к этому ролику и, возможно, мы придумаем что-то действительно интересное, что можно сделать с этим чат-ботом, да. Ну а на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok